С 8 часов, если не ошибаюсь, начинает работать Акрополь, там Афины, вот эта вот вещь, поэтому я вам рекомендую с утра сюда прибыть, потому что когда солнце, очень жарко, тяжело ходить. Здесь можно погулять по бесплатной зоне, платить не надо. Открытая часть, можно пройти по тропинкам, фундамент какого-то строения, вот пожалуйста. Вот смотрите, канализация, какая раньше была, видите, трубы для воды. Красиво. Это у нас какой-то театр, судя по всему, потому что там я вижу ступеньки. Какие-то колонны. Вышли в музей Акрополя, эмоциональный музей Акрополя, видите, вот он. Мы просто вниз спускались, и вот мы тут. Здесь видите кассы, вот очередь, стоит за билетами, сейчас посмотрим, почем. Здесь работает с 8 до 20.00, билет стоит 20 евро для взрослого, 10 для ребенка. Какой-то 30 евро на 5 дней пребывания. И вот то, что можно посмотреть по этому билету. Здесь комбинированный билет за 30 евро. Это Акрополь, Зевса храм, Агора, еще одна Агора, Римская библиотека, Керамевский аристотель. Длится 30 евро, а так стоит 20 евро, если только античную Акрополь посетить. Ребят, ну я спросил насчет завтра, что день музеев, будет ли билеты бесплатно. И вот мне на входе здесь билетчики, кассиры, не знаю, как правильно назвать. Они сказали, что all free будет, все бесплатно. Поэтому сейчас ходим, присматриваем точки, что надо посетить. А завтра тогда все это посещаем, бесплатно. И экономим порядка, ну я не знаю, 30 евро вот этот билет, чтобы посетить здесь все. 10 евро, если не ошибаюсь, в музей Акрополя, плюс еще там какие-то вещи. Ну я думаю, евро 50-60 можно спокойно сэкономить на этом. Торговая улочка, здесь уже магазины. Друзья, совет вам, если вы будете пользоваться автобусами, не садитесь в Акрополе, в самой верхней точке. Потому что он очень долго спускается вниз, там пробки, улица такая очень узенькая. Он может там полчаса только вниз съезжать, а то и час. Поэтому лучше спуститесь ножками сюда, вот на площадь Синтагния, или я не знаю, ну Храм Зевса, короче, здесь находится. Вот здесь снизу, и сядьте здесь спокойно, и вы сэкономите себе кучу времени. Ребят, вот эта остановка Храм Зевс, видите, где красный автобус остановился. Вот здесь же будет останавливаться синий, лучше здесь садитесь, вы ничего не потеряете. И здесь начнется у вас уже обзорное на автобусе. Первый шок от посещения Афин прошел, я уже так акклиматизировался, уже лучше. Но я думаю, у вас тоже будет такой разрыв шаблона изначально, как только. То, что вы ожидаете одно, а на самом деле здесь будет совсем все по-другому. Здесь вот стоял когда-то величественный Храм Зевса. Храм всем храмом Бога Главного. Ну и то, что кем осталось, видите. Смотрите, какая красота открывается. Греческий флаг. Здесь Храм Зевса, а там у нас уже наша Акрополь. Смотрите, какие автомобили здесь еще ездят. Красота. Прямо как в фильме Луи де Финесса. Жандарм из Сан-Тропе. Ребят, смотрите, там вот у нас центр. Там такая движуха, что вот просто не пройти. А вот я зашел на улочки, смотрите, здесь уже тишина, спокойствие. Никого нету, никто здесь не ходит. Ни туристические маршруты. Здесь на машинах, короче, видите, все машины поцарапаны, потому что паркуются близко. Смотрите, как проехать. Тяжело. Все до одной. Так что, если вы планируете на своей машине сюда ехать, хорошенько подумайте. Потому что, ну, явно вы будете тоже поцарапаны. Или вы поцарапаете кого-то, и вам придется вашу машину ремонтировать. Улочки здесь очень узенькие. Вот мы вышли с вами в церкви. Это, по-моему, 11 века. Я не помню, как оно называется, но это русское, если не ошибаюсь. И здесь же у нас офис Музанидис Тревел наших коллег, которые нас сюда отправили. Я выбираю маршруты в тени, чтобы на солнце не жариться. Иду по улочкам. У них сейчас уже, по идее, фиеста началась. Ребята отдыхают до 6 часов приблизительно, а потом опять начинают работать. Вот, смотрите, можно покушать в таверне. Много турфирм здесь. Вы можете взять дополнительные тут экскурсии. Видите, полный день. 90 евро. Евро Дельфи. Круиз. Порос, гидро 95 евро. Ну и так далее. Даже с расценками. Даже метеоры можно съездить отсюда. Гулял, гулял. Оказывается, я в 300 метрах от своего дома нахожусь здесь. Сейчас зайду домой, скину вещи и пойду дальше гулять. Тут возле дома есть небольшой магазин. Зашел в него посмотреть. Может быть, далеко не пойду. Здесь что-нибудь куплю себе. Смотрите, оливки по 4,30. По 2,15. Хотя я покупал их по 1,50 евро. Ну, видите, то есть цены выше. Ну, я тоже смотрю, что здесь высокие цены. Пойдем лучше на рынок сходим, посмотрим. Банан на 4,50. Арбуз 5,53. Короче, круто очень. Помидоры 3,50. А я покупал их за евро 60. Ну, вот видите, примерно в 2 раза все дороже. Ну, да, цены кусаются. Очень дорого все у них здесь. В разу в 2-3 дороже, чем у нас, например, в той же Беларуси или, я думаю, в той же России. Здесь у нас еще один фруктовый рынок. Небольшой. 6,20. 3,80. Клубника. Абрикосы. Евро 20. Бокс. Коробка. Ну, вот смотрите, здесь же помидоры евро 60. Уже такие более адекватные цены. Видно, что. Это площадь Конституции. Здесь же парламент. Сейчас будет смена караула. Каждый час происходит. Поэтому пойдем туда и посмотрим. Мне кажется, у них зеленого вообще не бывает. Все на красный идут. Ну, вот мы на площади Конституции. Вот наш парламент. Сейчас будет смена караула. 10 минут где-то осталось. Надеюсь, успеем. Смотрите, какие у них есть трамваи. Это конечная остановка. Это у нас красавец греческий парламент. Вот ребята караульные. Стоят париться. Сейчас должны меняться, по идее. Я надеюсь, что это каждый час происходит. Друзья, на такой же арест и я час. Это дорогого стоит. Ребята, конечно, здесь очень крепкие. Ну, вот сейчас будет смена караула. Просит всех отойти. Субтитры подогнал «Симон»! Да, я не знаю. 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 А, гелла. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добратное зрелище каждый час Добратное зрелище 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 Рыба здесь, глаза разбегаются, я в ней не очень разбираюсь. Такая голова. Тут же на рынке кофейня находится. Можно кофе сделать. Смотрите, сколько голубей. Здесь можно покормить голубей. И у вас будут крутые фотографии. Где-то здесь еще был детский магазин большой. Хотелось бы его найти и посмотреть, какие игрушки, что у них тут есть. Но что-то я не нахожу. Ага. Это у нас мэрия. Это у нас Коция Сквэр. Георкологический Коция Сквэр музей, судя по всему, какой-то. Или это мэрия, а это музей. Наверное, наоборот, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока!